Друзья, добрый день! В этом видео хочу показать и рассказать, как сделать дизайн проект в финансовом плане. То есть после того, как мы делаем проект, нам очень важно посмотреть его рентабельность и посмотреть, кто из сотрудников проявил наибольшую храбрость и участие в проекте, и достоин бонусов, а где были совершены ошибки и что с этими ошибками делать в дальнейшем. Для этой цели мы разрабатываем специальную таблицу в Excel-формате, которая не совсем удобна, но которая так или иначе описывает и показывает те процессы, которые происходят. И мы по этой таблице можем увидеть, как проходил проект, почему у нас рентабельность не того уровня, который мы хотим получить и что делать с этой информацией дальше. Сейчас я все это покажу на примере нашего одного проекта, который нам удалось завершить и какие выводы я в этой связи сделал. Я хочу презентовать вам вот этот проект в разрезе того, сколько мы истратили на него денег, сколько мы истратили времени и как у нас организована работа сотрудников на этом проекте. Этот проект небольшой, 70 метров, он не совсем стандартный, не совсем типичный для нашей студии. Все-таки мы привыкли работать с более объемными, с более долгими задачами. Ну, плюс на этом проекте мы совершили одну из ошибок, которая стоила нам денег, и именно об этом я хочу рассказать, потому что о том, насколько эффективно получилось сделать проект, о том, как он выгоден для компании на этапе проектирования, и дальше, может быть, даже на этапе реализации покажут именно цифры, а не какие-то общие впечатления и ощущения. В данном случае мы имеем после того, как проект сделан, менеджер проекта составляет вот такую таблицу, современная квартира 70 метров, это 70 квадратных метров бизнес-класса. И что мы делаем? То есть для того, чтобы понять, кто из сотрудников принес максимальную пользу, кто молодец и кто заслуживает бонусов, и где совершена ошибка вдруг на проекте, потому что по итогу мы видим, что, ну, давайте забегая в самый конец, рентабельность у нас всего проекта – это 24%, хотя планируемая должна быть не менее 50%. То есть мы по ходу всей этой пьесы, по ходу процесса потеряли 25-50% денег. Ну, в деньгах это получается примерно, наверное, 1050-60%. От того поступления 311, прибыль 74, что является 24%. То есть мы потеряли где-то здесь 50 тысяч рублей, а вот куда мы их потеряли, у нас позволяет на протяжении всего времени мы собираем данные и в конце просто проводим срез и видим, что получилось. Вот как мы это делаем, я сейчас расскажу, потому что эта штука очень полезна для того, чтобы понять, куда уходят деньги, кто из сотрудников хорошо работает, кто не очень, какие были допущены организационные проблемы, и, в общем, как полностью быть в курсе проекта и отслеживать вот эти вот проблемные изменения именно на проекте. Почему я презентую эту всю историю? Потому что хочу показать, что сейчас вот по итогу проекта каждого мы составляем такую таблицу, где все эти данные записываем и показываем. Но проблема заключается в том, что мы только постфактум, только в конце мы можем увидеть, что у нас что-то происходит не так, после того, как уже что-то не так произошло. Я предлагаю сделать некую систему, о которой я расскажу чуть позже, в которой вся эта история может быть и работать в реальном времени, и вы сможете контролировать весь процесс, не только вы, но и сотрудники смогут контролировать процесс в реальном времени и сразу же понять, что что-то идет не так. Итак, давайте посмотрим, как вообще сейчас это устроено. Это табличка в Excel, которую ведет менеджер проекта, которая следит за тем, какое количество времени тратили сотрудники, какие эти были сотрудники, какие должности они занимали. То есть он собирает с сотрудников данные, сотрудники, соответственно, каждый день записывают те данные, которые у них есть по каждому из объектов. То есть не обязательно они один этот объект ведут, они могут параллельно ввести несколько объектов, но вот пока один стоит на паузе, клиент думает, они работают со вторым проектом и добиваются по нему результата. То есть всего сотрудников давайте посмотрим. И должности. Итак, Стас, Тоня, Вероника, Наталья и так далее. Достаточно много у нас человек здесь. Здесь каждый занимает какую-то определенную свою должность. Кто-то делает техническое задание, кто-то делает комнаты, кто-то делает подбор мебели. В общем, каждый занимается своим делом. То есть каждый применен здесь на той части работы, которая для него наиболее эффективна. Всем этим распоряжается ведущий дизайнер с менеджером. Итак, давайте посмотрим. Арт-директор. В чем задача? Моя задача посмотреть и принять работу. Здесь заработная плата в месяц указана. То есть примерно вот такая вот в день и в час арт-директор получает вот такую сумму. Казалось бы, достаточно много. Но так как арт-директор не затрачивает очень много времени, то есть на комментарии он тратит 10, 15, 20, 30 минут, может быть, час на консультации. В целом это наиболее минимальное происходит здесь задействие арт-директора. Поэтому он в бюджете сильно не участвует. Дальше. Тоня – это ведущий дизайнер в данном случае. Антонина выполняла функцию. Средняя зарплата ведущего дизайна, средняя ставка 40 тысяч получается. Ну, соответственно, дальше у нас идет… Ну, здесь можно расписать. Здесь почему-то не расписано или пропали цифры. Но также должно быть расписано и показано, сколько это в час получается. Дальше. Вероника менеджер проекта. Средняя ставка 30 тысяч рублей. В день столько-то, в час столько-то. То есть вот эти данные мы записываем. Это средние данные, которые у нас присутствуют в студии, которые мы рекомендуем также всем применять. Но хочу одну вещь сказать, что это не финальная оплата. Это как бы минимальная такая базовая ставка, с которой начинают работать. И задача как раз всех сотрудников, менеджера и ведущего дизайна разработать больше 50%. То есть это так устроено в финансовой модели студии. То есть если рентабельность здесь будет более 50% или равна 50%, то еще им дополнительно будет бонус в размере 20%. То есть задача коллектива, задача сотрудников сделать так, чтобы самостоятельно, либо с помощью других сотрудников сделать так, чтобы проект был эффективным. То есть вот так вот происходит мотивация. Для этого им нужно иметь слаженную команду, потренироваться на одном-двух проектов и наладить, в общем, свою работу так, чтобы самостоятельно давать результаты, а не чтобы их приходилось подгонять. Вот в данном случае это был такой первый тестовый проект. У нас Антонина была ведущим дизайнером, ну, по сути, такой первый раз, да. И Вероника была менеджером тоже первый раз. Поэтому в том числе и были совершены некоторые ошибки. А арт-директор вовремя не заметил и не посмотрел. Поэтому как бы тут общая получается вина команды, то, что не получилось сделать процесс рентабельным. Ничего страшного, если это происходит один раз на обучении, все нормально, да, мы не в минус ушли. Если такие ошибки, проблемы возникают постоянно, то это повод руководителю задуматься о том, что либо что-то в процессе не так, либо что-то с командой работает тоже неправильно, и у руля, у управления стоят неправильные люди. И повод все это дело изменить. Итак, что еще происходит? Вот два специалиста, ведущий дизайнер и менеджер, нанимают себе помощников, проектировщики, визуализаторы и дизайнеры, а также комплектаторов. То есть тут куча народа. То есть они тоже могут работать неэффективно, а могут работать эффективно. Но то, что ведущий дизайнер с менеджером приняли решение самостоятельно нанять этих людей из базы, и дать им какие-то задачи, это тоже говорит о том, что они приняли такое решение и несут за это ответственность. То есть если любой из проектировщиков, либо любой из дизайнеров комплектаторов где-то накосячил, то это в принципе вина ведущего дизайнера с менеджером обоюдная. Потому что, ну по сути, они вдвоем могут сделать проект, ведущий дизайнер делает сам проект, вообще никого не привлекает, начал до конца и забирает себе все деньги, если считает нужным. А менеджер работает с клиентом, получает деньги с клиента, ведет договор и помогает ведущему дизайнеру. То есть так они могут вести в принципе проект целиком, но если считают нужным, могут нанимать. Вот в данном случае была нанята целая бригада помощников и вот их ставки. Кто-то работает на зарплате в месяц, кто-то работает на зарплате в час. Здесь это на самом деле не важно, в месяц или в час, хочу тоже уточнить, потому что в любом случае все считается, привязывается к часам. Не важно, работаешь ты помесячно, просто твое время или время сотрудника, если помесячно, оно покупается оптом. Соответственно, помесячная оплата, она будет дешевле для студии, либо для компании примерно 15-20%, которая покупает это время оптом. Ну вот это отдельная тема, давайте сейчас на ней не останавливаться, просто мы зафиксировали данные, то есть эти данные у нас есть, мы их забили в самом начале проекта в системе работы студии. Дальше происходит первый этап работы, давайте посмотрим. Этап работы, техническое задание, итого у нас получено 60 тысяч рублей, то есть это какая-то часть на 20% от договора. Расход. Вот здесь получилось очень хорошо, у нас рентабельность получилась 60%. На что истрачены деньги? Вот они показаны, что анкетирование, ведущий дизайнер Тони истратила столько-то рублей, Вероника столько-то, Юля столько-то. И дальше идут обмеры, техническое задание, функциональное зонирование. Вот, в общем, приплюсовываются все действия, которые были совершены, затраченное время, и в итоге мы получаем некую сумму. Вот, введение проекта, да, еще есть дополнительно. И рентабельность всей этой истории у нас получилась 60%, потому что все эти суммы, они суммируются в расход идут. Дальше у нас идет этап 2, это рабочий проект, детальный дизайн, центральная зона, визуализация центральной зоны. Ну, здесь у нас этап был совмещен, получается, ну вот на три, как бы, стадии разделен. Это тоже не обязательно здесь так делать, то есть можно делить на разные стадии, стадии и этапы вы делаете самостоятельно, мы их тоже сейчас немножко поменяли. Но вот в данном случае, на данном проекте у нас было планировочное решение, это номер один. Кто делал планировочное решение, сколько нам стоило планировочное решение? Пожалуйста, вот они все данные, они даны. Сколько стоил детальный дизайн? Вот столько-то. Сколько стоила визуализация? Вот столько-то. То есть мы сейчас имеем полностью показания по рентабельности, мы видим, что второй этап у нас получился, ну вот, с небольшой рентабельностью, он в плюсе, но все равно. Она получилась маленькой, 32% вместо 50%. И здесь мы можем уже посмотреть, а что же пошло не так. Почему было истрачено больше денег, чем нужно, и куда оно истрачено. Вот я беру, давайте, Стас, арт-директор, что он делал? Ну, что-то делал, комментировал, 1000 рублей, то есть он истратил 2 часа. Ну, как бы придраться не к чему. Тоня, ведущий дизайнер, что делал? Вот комментировал, наверное, визуализацию и ведение проектов, в том числе она занималась. А также разработка, планировочное решение. Планировочное решение стоило 14 тысяч рублей. Много это или мало? Ну, вот получается, что Тоня разработал планировочное решение. Может быть, не с первого раза. Стас прокомментировал, Тоня вносила комментарий. Ну, окей, вот 13 тысяч рублей, куда истрачено. Дальше, Вероника, это ведение проекта, менеджер проекта. Это общение с клиентом и общение с сотрудниками. То есть, насколько эффективно была проведена работа именно по общению. Комплектатор. Настя помогала подобрать материалы. Ну, вот истратила, получается, 3,5 тысячи примерно на то, чтобы подобрать какие-то основные предметы. Мебели и материалы, чтобы показать клиенту. Ну, ладно, окей, все подходит. Алексей. Алексей у нас кто, визуализатор, скорее всего. Он делал, да, геометрию центральной зоны 1250. Отлично, собрал белую модель. Разработка детального дизайна Олеся. Это помогало, получается, ведущему дизайнеру делать какую-то часть дизайна. Комнату, наверное, одну. Анна тоже самое делала какую-то. А, вот оформляет еще. Смотрите, у нас, получается, не только разработка планировочного решения была в 14 тысяч, но еще и оформление. То есть, всего у нас планировочное решение стоило 20 тысяч рублей. Ну, наверное, это немножко больше, чем хотелось бы. Соответственно, а что мы можем сказать? Мы можем сказать, что на разработку планировочного решения нужно брать более опытного дизайнера. Вот и все. И ведущий дизайнер это видит и понимает, что да, мне нужно постараться. Либо он должен делегировать это более опытным к какому-то проектировщику, который будет делать вместо него, а ведущий дизайнер будет вести проект. То есть, это выводы, которые мы можем сделать. И конкретно у нас мы потеряли деньги здесь на планировочное решение. Причем много. Вот это сейчас вывод мы можем сделать по факту. Потому что все остальное, ну там, ведение проекта, визуализация в цвете, ну, как бы они нормальных денег, получается, стоят. То есть, если напомнить еще раз проект, как выглядит, то в целом он выглядит достойно. И там и визуализации придраться нельзя, и к дизайну тоже, в принципе, все получилось. Но, что мы видим? В итоге мы видим, что рентабельность 32, место желаемых там 50. Дальше. Третий этап это детальный дизайн и визуализация остальных зон. Но по той же самой аналогике мы смотрим, да, какая у нас цифра, рентабельность 41%. Мы смотрим те деньги, которые потрачены были максимально. В данном случае это Тонио на разработку детального дизайна остальных зон. Но в данном случае это оправданно, я думаю, и плюс Олеся. 20 тысяч это детальный дизайн всех зон. То есть, представляете, да, планировка и одновременно разработка всего дизайна, всех зон. Получается, они стоят у нас равнозначно примерно. Понятно, что на планировке можно было, и нужно было экономить, а здесь, наверное, разумно. В общем, здесь мы тоже можем понимать, какие действия, какие зоны. Но при этом мы можем взять и посмотреть. Вот мы-то в курсе проекта. Мы можем понять, какие были проблемы, как была вентиляция шла. То есть, какие здесь были решения, почему именно такие. То есть, мы можем отмотать назад и посмотреть вообще, что ребята сделали и где была проблема. И спросить, если мы волнуемся, почему были истрачены такие деньги, почему было столько времени истрачено. Мы всегда можем в конце спросить, ну а как вы делали, почему вы истрачили на спальне больше, чем необходимо. Они покажут варианты, они покажут, как делали, как согласовывали, что там получалось, что не получалось. То есть, мы можем углубиться внутрь именно в ведение проекта и посмотреть детально вообще все по тому, как было сделано, по каждой цифре. То есть, каждую цифру можно отследить, потому что она привязана к системе ведения проекта. Я ее здесь не показываю, но в системе ведения проектов у нас все эти стадии точно так же называются. Все эти стадии у нас прописаны точно так же, как тут у нас идет порентабельность, только там цифр нет. То есть, цифру у нас здесь мы считаем оплаты, чтобы понимать калькулятор, а там у нас идет процесс, и мы можем посмотреть на этой стадии ведения проекта, вот эту стадию посмотреть и посмотреть, что там Вероника, допустим, писала в комментариях, с кем она работала, с клиентом, либо с сотрудниками, почему вот пришлось на ведение проекта и строить 7 тысяч. Много это или мало вообще посмотреть по ситуации. То есть, в целом, если менеджер настроил свою работу хорошо, то у него занимает не так много времени вести клиента и вести проект. Если у него уже все письма указаны, у него есть шаблоны писем, если он общается с сотрудниками, сотрудники его понимают с первого раза. Если сотрудников приходится подгонять, то есть мы набрали каких-то дешевых сотрудников, допустим, и они вместо того, чтобы сразу вести проект как надо, совершают кучу ошибок. Но это вопрос опять к команде, почему вы взяли таких сотрудников. Может быть, тут надо было, допустим, взять не дешевых исполнителей каких-нибудь за 200-250 рублей, а взять по 400, но зато они сделают с первого раза. Я не знаю, это не в моей зоне ответственности, это в зоне ответственности ведущего дизайнера и менеджера проекта. И вот по этим цифрам мы можем как раз понять эти все показатели. То есть здесь все указано. Окей. Этап третий. Рентабельность 41%. Ну, в целом все хорошо, за исключением того, что в 50 мы не вписываемся. Но давайте посмотрим четвертый этап, и здесь у нас просто провал получается. У нас здесь рентабельность минус 50%. Очень интересно, и сразу же возникает вопрос. Я когда вижу это, когда мне презентуют, в итоге, да, итог, говорят, ну вот нам не получилось заработать. Я говорю, почему? Давайте смотреть. Здесь была ошибка. Здесь была конкретная ошибка, что перечерчивали два раза рабочий проект. В данном случае Кирилл делал проект, он сделал сначала, но не учел что-то, либо что-то ему не дали. Я уже сейчас подробности не помню. Но смысл в том, что потом пришлось подключить Лену, и она перечертила, по сути, в два раза больше. То есть либо Лена получила какое-то задание не то, либо Кирилл что-то не так понял. Либо вот мы видим, кстати, что Вероника очень много денег истратила на то, чтобы откорректировать то, что было. Может быть здесь клиент, кстати, попросил какие-то комментарии. Это все может быть. Но вот надо отмотать и посмотреть, почему происходила такая рентабельность. Вполне возможно, что клиент вдруг, посмотрев визуализацию, поездив по магазинам и решил вообще все поменять. То есть визуализации у нас такие. Нам пришлось в итоге рабочий проект очень сильно изменить по отношению к этим визуализациям. Здесь хорошо, что он не потребовал еще визуализацию изменить дополнительно. Тогда бы мы еще попали в минус на комментариях к визуализации. Но здесь опять возникает вопрос к команде. Почему мы пропустили именно это? То есть почему, если это клиент сделал, если клиент попросил внести комментарии на рабочем проекте, почему мы не взяли с него дополнительные деньги? Потому что логично, что мы не должны работать в минус, мы должны получить те деньги, которые нам причитаются. Но, как выяснилось, этого не было. Это не клиент потребовал. То есть это я уже выясняю на разговоре с сотрудниками. Я говорю, что было не так? И вот мне объясняют, что Тоня Вероника была совершена ошибка. Действительно, они поняли ошибку свою. И отдали чертить либо не то, либо не так, либо не то задание. И в итоге пришлось снять проектировщика одного. И вот 37 тысяч рублей у нас ушло в минус, либо в 14. И, соответственно, у нас минус 50% рентабельность, которую мы заплатили из своей же прибыли. В итоге мы не получили здесь искомую сумму. И процентное соотношение здесь не 50%. То есть мы получили 311 тысяч с учетом всего. Итого расходов у нас 236 тысяч. Вместо того, чтобы расходов было 150 тысяч, мы могли вписаться в эту сумму. Ну, по идее, могли и должны были. И здесь получить прибыль примерно 150 тысяч рублей. Тогда рентабельность была бы 50%. В этом случае по моей финансовой модели я бы еще взял и всем участникам этих процессов раздал бы бонусов. 20%. То есть еще 70 тысяч рублей я бы взял из проекта и раздал бы бонус. То есть все бы получили примерно по 5-10 тысяч в зависимости от участия. Еще дополнительно бонус к этой оплате. Вот к этой, допустим. Но это только по этому проекту. Очевидно, что если у нас такое количество участников, то... Ну и вот эти, соответственно, участники тоже получают бонусы. Если ведущий дизайнер с менеджером ведет 2-3 проекта, то, соответственно, если они делают это хорошо и умело, а они должны это делать, это их работа, то они получают также дополнительно по те же 5-10 тысяч к еще другим проектам бонусам. То есть и того у них получается прибавка вот к этой оплате за ведение проекта. Но это маленький проект. Это проект на 70 метров. Это нетипичная ситуация. То есть обычно у нас проекты начинаются от 100 и более метров. Поэтому цифры, они просто гораздо выше. То есть, возможно, здесь было несоответствие то, что команда не была подготовлена к таким маленьким цифрам и маленьким суммам. И, по сути, ну без разницы, какой объект делает. Вот такую спальню, либо больше. И, соответственно, какой мы здесь делаем? Вывод организационный. Мы делаем вывод организационный, что мы не для того, чтобы, как руководитель, для того, чтобы команда работала, данная команда работала эффективно. Я не могу и давать объекты меньше, допустим, 100-120 метров. Иначе вся прибыль уходит, будет какая-то ошибка. Команда делает вывод, что ошибку не надо совершать. Они научились, где ее не надо совершать и как получать деньги. Я понимаю, что еще один вариант – это повысить просто стоимость. В данном случае стоимость у меня была, по-моему, 4000 рублей за квадратный метр. Но я понимаю, что мы не справляемся с такой суммой, потому что, опять же, команда у меня не до конца подготовлена, чтобы за такие деньги получать такую рентгенцию. То есть я сразу же делаю три вывода. То есть первое – повышение стоимости, второе – обучение команды, и третье – брать больше проектов. Вот все это я вижу из этих цифр. Вот такая вот история. И мы ее делаем на основе такой Excel-таблицы. Проблем здесь много. То, что цифры путаются, то, что это нужно ввести вручную. То есть каждый сотрудник должен ввести вручную свою статистику, записывать, не забывать. Если забывает, а люди забывают на самом деле ввести эту статистику, нам нужно, чтобы менеджер тратил силу. Вот, кстати, введение проектов менеджер тратит силы для того, чтобы спросить сотрудников, что они делали, и они начинают вспоминать. То есть данные здесь не до конца точные еще, то есть есть какая-то погрешность. Ну, в целом они точные, но есть какая-то погрешность все равно. Приходится какое-то время тратить на то, чтобы копать то, что они делали в системе введения проекта в Basecamp, и смотреть, насколько все это дело соответствует или не соответствует. То есть здесь есть именно погрешности. И именно поэтому мы придумали такую систему, сделали приложение, в котором мы планируем все это дело автоматизировать, так, чтобы сотрудник нажимал одну кнопку, писал просто задачу, какую он сейчас ведет, и дальше все это дело автоматически в реальном времени передается руководителю, менеджер проектов, а потом руководителю, чтобы в каждый момент времени было видно, что происходит. И если рентабельность вот в данный момент где-то находится, в середине проекта мы находимся, и она падает, общая рентабельность, то она сразу же подсвечивается красными цифрами, и видно, что нужно что-то делать. Не постфактум, вот когда мне презентуют этот проект, я делаю какие-то выводы, что тоже, конечно, очень хорошо, это лучше, чем отсутствие каких-то выводов, потому что вся картина вот она, то есть я вижу каждый, кто заслуживает бонус, а с кем надо поработать дополнительно и подучить. Но это делается не в конце, а в середине. Если эта вам тема интересна, пишите, пожалуйста, комментарий, а как вы ведете проекты, есть ли у вас подобная система, может быть, у вас какие-то свои ноу-хау есть, поделитесь, как вы собираете статистику, если хотите собирать статистику вот именно таким образом, подключайтесь к нашей системе, и вы можете принять участие в этой системе и получить в нее безграничный и безлимитный доступ, если будете в числе первых зарегистрировавшихся. Жду ваших отчетов и обратной связи о том, как вы считаете проекты и как у вас получается сводить финансы в единую таблицу.